МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как будет возвращение диаспоры на родину, партия исключила молдаван, живущих за границей, из программы «Прима Касса Плюс». Что думают об этом сами представители диаспоры, узнаете в нашем репортаже. Море для них все равно, что Днестр. В Молдове есть дети, которые никогда не были на морском побережье. Каким представляют себе море дети из бедных семей, об этом в специальном репортаже на 5-м канале. Скандалы вокруг Олимпийских игр продолжаются. Все больше участников спортивных соревнований в Париже жалуются на условия, в которых им приходится жить. А один итальянский пловец в знак протеста спал на улице на траве. Центральная избирательная комиссия приняла решение отложить рассмотрение заявления о регистрации избирательного блока «Победа» для участия в осеннем референдуме. Более того, ЦИК объединит это заявление в одно административное дело с параллельным заявлением, которое представители блока «Победы» подали в пятницу для регистрации избирательного блока в рамках президентских выборов. Об этом говорится в пресс-релизе Центр избиркома. По итогам рассмотрения комиссия установила, что представленные материалы содержат определенные технические ошибки и что у заявителей есть время до 6 августа 2024 года, чтобы ответить на уточняющие вопросы, заданные на заседании, и представить дополнительные документы. В этих условиях с целью выяснения всех вопросов, связанных с процедурой, члены ЦИК приняли решение рассмотреть заявление о регистрации избирательного блока 7 августа текущего года, говорится в пресс-релизе. Политический блок «Победа» прокомментировал это решение в официальном телеграм-канале, подчеркнув, что ЦИК отказался рассматривать заявку на участие в референдуме без каких-либо юридических оснований, и что факт объединения в одно административное дело с заявкой на участие в президентских выборах, поданный представителями блока, вызывает ряд вопросов. Референдум и президентские выборы — это разные процессы, регулируемые по-разному, и решение ЦИК об отмене заявки на регистрацию для обеих избирательных компаний полностью противоречит закону. Санду пытается связать одно с другим, поскольку у нее нет положительных результатов в должности президента. Остается только продать людям европейскую историю. А ЦИК играет в свою игру, написал политический блок «Победа». Депутат парламентской группы «Победа» Василий Боля, который также является кандидатом в президенты от формирования, заявил, что решение объединить два запроса является нарушением законодательства, поскольку процедура регистрации на референдуме отличается от той, которая предусмотрена для регистрации на президентских выборах. Боля отметил, что накануне выборов, когда единственная политическая оппозиционная сила, которая является блок «Победа», пытается помешать организации ненужного референдума, ЦИК хочет вставить им палки в колеса, но этого сделать не удастся. На референдуме тот, кто зарегистрируется, должен зарегистрироваться с вариантом «за» или «против» по вопросу, вынесенному на референдум. Регистрация в качестве электорального конкурента на президентских выборах – это совсем другая процедура. Там выдвигается непосредственно тот человек, который будет участвовать в президентских выборах. И это другой вопрос. Господин Постика также намекнул, что, возможно, не все члены политических штабов четырех формирований, составляющих в настоящее время избирательный блок «Победа», участвовали в принятии решений. Я сообщил коллегам, что 7 числа, когда эти два запроса будут рассмотрены, почему бы не прийти в ЦИК со всеми членами политштабов четырех формирований? Если у господина Постики есть какие-либо вопросы к нашим коллегам, пусть скажет им напрямую все, что считает нужным. С реакцией выступила депутат парламентской группы «Победа» Марина Таубер. В своем телеграм-канале она написала, что решение ЦИК является нарушением закона и глупым жестом. ЦИК готовится отказать блоку «Победа» в регистрации нашего участия в референдуме. Всем понятно, что референдум и выборы – это две совершенно разные процедуры. Вынести по ним единое решение – это фикция с юридической точки зрения. Но блок пойдет до конца, чтобы восстановить справедливость, написала депутат. В свою очередь заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что представители комиссии не отказались рассматривать запрос. Просто в запросе представители блока «Победа» обнаружили ряд нарушений и попросили дать разъяснение до 6 августа. Постика заявил, что все же есть вероятность, что блок «Победа» не примет участие в двух предвыборных мероприятиях из-за международных санкций, наложенных на лидера блока. Мы абсолютно ни в чем не отказали. Мы пригласили участников на заседание, куда они не пришли. Мы решили объединить запросы в одну процедуру. Мы, по сути, дали им срок на устранение обнаруженных недостатков. Есть технические ошибки, связанные с названием, поскольку не может быть того же названия, что и у зарегистрированных партий. Существует перечень международных санкций, в том числе применяемых на национальном уровне. Вероятно, они не смогут проводить кампанию, потому что они выбрали, чтобы возглавлял команду определенный человек, который есть в списке. Лидер политического блока «Победа» Илон Шор прокомментировал отказ Центра избиркома рассмотреть обращение представителей блока. Он заявил, что будет требовать возбуждения уголовных дел против членов ЦИК. То, что ЦИК не удовлетворил нашу просьбу и не зарегистрировал блок для референдума, является грубейшим нарушением. Мы знаем, что все члены ЦИКа получили жесточайшие указания ни в коем случае не допускать главную оппозиционную силу страны. Это блок «Победа». Но я хочу предупредить, что несмотря на все ваши беспределы, у вас ничего не получится. Дорогие друзья, поэтому идем вперед, следим и фиксируем нарушения Центральной избирательной комиссии уже с первого момента референдума. Павел Постика заявил, что не будет комментировать политические заявления. Политический блок «Победа» зарегистрировал во вторник 30 июля в ЦИКе документы на участие в референдуме 20 октября. Партии, входящие в состав блока, призывают граждан прийти на референдум и проголосовать против изменения Конституции с целью присоединения Молдовы к Евросоюзу. Позднее представители блока подали в ЦИК документы о регистрации как самого политформирования для участия в президентских выборах, так и своего кандидата на пост главы государства Василия Болю. Отметим, что 20 октября пройдет и референдум, и президентские выборы. Оппозиция и ряд экспертов резко раскритиковали решение провести два избирательных процесса одновременно. Майя Санду мотивировала эту идею тем, что президентские выборы обеспечат большее количество участников и в плебисците. В России по вейтингу, которая оценивает судей и кандидатов на должность судей высшей судебной палаты, американец Скотт Бэйлс, член демократической партии от штата Аризона. Такие данные есть в свободном доступе. Еще одним членом комиссии является эстонка Лавли Перлинг, который уже год является председателем партии, написала на своей странице Кристина Чуботару, отметив, что назначение было сделано 15 июня 2023 года. Чуботару обращает внимание на то, что согласно седьмой статье закона о внешней оценке, лицо, входившее в политическую партию в течение последних трех лет, не может быть назначено членом комиссии. Ровно через три недели после назначения в комиссию двух членов партии от своих стран, парламент дает разъяснение, что не могут быть назначены члены политических партий Молдовы, ссылаясь на закон 180 от 7 июля 2023 года. Во-первых, они не могли назначить двух из трех международных членов, а когда их поймали, то истолковали закон, чтобы это можно было сделать. Постфактум. «Когда у нас поймут, что закон не имеет обратную силу», написала Кристина Чуботару. При этом она добавила, что единственный международный член комиссии по вейтингу итальянка Джулиана Чивинини через короткое время после назначения подала в отставку. Пятый канал обратился за комментарием в Министерство юстиции, а также в комиссию по вейтингу. К моменту подготовки этого сюжета к эфиру мы так и не получили оттуда ответ. Напомним, после волны критики ПДС отложил принятие решения по законопроекту, который предусматривает уничтожение архивов процесса по внешней оценке судей и прокуроров, разработанный депутатом от ПДС Василий Градинару. Многие оппозиционные политики и независимые эксперты посчитали, что с помощью предложенных изменений власти пытаются скрыть свои действия, чтобы избежать ответственности в будущем. Предложение отменить введение этой поправки поступило от депутата от партии действий и солидарность Олеси Стамати. Отметим, что ранее скандал разгорелся и в отношении члена комиссии по привейтингу Германа фон Хебеля. Сайт антикоррупции МД опубликовал журналистское расследование, в котором со ссылкой на дидерландскую прессу утверждается, что административная деятельность Германа фон Хебеля в Международном уголовном суде была отмечена противоправными действиями и нанесла ущерб данной судебной инстанции на сумму не менее 760 тысяч евро. Комментируя эту информацию, в комиссии по привейтингу сообщили, что согласно отчёту внешнего аудита за 2016 год, реорганизация, которой руководил фон Хебель, была оправдана и позволила улучшить функционирование секретариата. Не только солдаты национальной армии и резервисты принимают участие во всевозможных учениях. Свои возможности проверяют и элитные подразделения, специализирующиеся на выполнении специфических заданий. Об этом свидетельствуют фотографии с учений батальона специального назначения «Скорпион», которые были выложены в телеграм-каналы, но которых мы при этом не смогли найти на официальных страницах Министерства внутренних дел. Разместивший их телеграм-канал пишет, что целью этих учений якобы является подавление возможных протестов после осенних выборов. Чтобы подтвердить это или опровергнуть, мы связались с пресс-службой Генерального инспектората Карабинеров. В полученном сообщении нам ответили, что батальон специального назначения «Скорпион» это элитное подразделение Генинспектората Карабинеров Министерства внутренних дел, в чьи обязанности входит борьба с терроризмом, с организованной преступностью и предотвращение массовых общественных беспорядков. В сообщении также говорится, что практические тренировки с участием сотрудников спецбатальона «Скорпион» проводятся регулярно, и они направлены на улучшение скорости реакции и на развитие оперативной эффективности в различных ситуациях. С помощью реалистичных симуляций, заданий по поддержанию правопорядка и передовых методов вмешательства бойцы развивают свои индивидуальные командные навыки, тем самым повышая уверенность в проведении подобных операций. В тренировках участвуют все бойцы спецназа «Скорпион», так что это можно назвать плановыми учениями, которые являются частью их плана по отработке должностных обязанностей, говорится в сообщении Генерального инспектората Карабинеров. В понедельник, 5 августа, начались и другие тренировки для солдат национальной армии в рамках учений «Огненный щит», участие в которых также принимают румынские и американские солдаты. Целью учений, в ходе которых будет использоваться военная техника и артиллерийские системы, является развитие навыков и повышение оперативной совместимости участвующих подразделений, говорится в пресс-релизе Министерства обороны. В документе подчеркивается, что в ближайшие дни в рамках учений будет организовано движение военной техники по дорогам страны. Добавим, с начала этого года регулярно проводятся учения с участием военнослужащих срочной службы и запаса. Власти уверяют, что они являются частью плана подготовки на текущий год. В свою очередь, сами резервисты признаются, что впервые взяли в руки оружие после окончания службы в армии. Условия участия в программе «Прима Кассы Плюс» были изменены парламентским большинством ПДС. Согласно утвержденным поправкам, граждане Молдовы, работающие за рубежом, исключены из списка потенциальных бенефициаров программы льготного ипотечного кредитования. Для участия в «Прима Кассы Плюс» бенефициар или его супруг-супруга должны иметь официальный доход, полученный в Республике Молдова. Представители диаспоры смогут получить ипотечный кредит только в том случае, если смогут подтвердить официальный доход, получаемый в Молдове в виде зарплаты или пенсии. Хотя в первоначальной версии законопроекта говорилось, что в программе «Прима Кассы Плюс» могут принять участие и граждане Республики Молдова, проживающие за рубежом и не имеющие статуса работника в стране. В проекте о внесении изменений в закон о некоторых мерах по реализации государственной программы «Прима Кассы» не указано, по какой причине вносятся эти изменения. Мы пытались узнать об этом у министра экономики и информационного развития Дмитрия Алаеба, однако он не ответил на наши звонки. Также мы обратились в управление по связям с «Диаспорой», чтобы получить их комментарии на исключение «Диаспоры» из программы «Прима Кассы Плюс». В пресс-службе учреждения нам сказали, что не могут дать ответы, предложили направить им официальный запрос с приложением, принятых парламентом изменений. Молодые люди, которые решили зарабатывать на жизнь за границей, говорят, что не видят смысла подавать заявку на участие в программе «Прима Кассы Плюс», потому что не хотят влезать в долги перед государством. Им удобнее снять жилье или купить его на накопленные деньги. Делается выгода кому-то, а не только не нам. Скажем так, даже это «Прима Кассы Плюс», типа мы как-то разрываем, ну, их карман, а не наш. Если было бы более по-человечески и сами условия, то окей. По отношению к людям? Ну да, скажем так. По отношению к молодым семьям, правильно? Да. Лучше взять кредит у банка, либо просто накопить. И смысл, ну, переплачивать 30-40% за стоимость этого жилья. Работающие за рубежом граждане говорят, что им не хотелось бы влезать в долги. По большинству своему это лишняя ответственность, мне кажется, поэтому проще брать в аренду жилье. И на этом всеми и держатся. То есть они не привязаны к стране. Как кажется, сейчас не особо разумно покупать квартиру еще и в кредит. Ты выплачиваешь ее, выплачиваешь, и тут вам с ней известно, что будет завтра. А некоторые люди, чьи дети живут или работают за рубежом, рассказали нам, что исключение диаспоры из программы «Прима Кассы Плюс» является дискриминацией, поскольку все граждане в своей стране должны иметь равные права. А обещание правящей ПДС свернуть диаспору домой, по сути, оказались мифом. Все люди должны иметь как бы права. Одинаковые. Проживающие, на заработках. Предоставляйте нам работу дома в Молдавии. Тогда никто не будет разъезжаться. Мы считаем, что если у меня, допустим, муж гражданин одного государства, а я гражданка Молдавии, почему мы не можем иметь таких прав? И делать все возможные, чтобы молодежь не уезжала, а поднимала экономику с своей страны. Я считаю, что у всех должно быть право, но если власти считают это невозможным, то будут проблемы с переводом оттуда денег. Им решать. Государственная программа льготного ипотечного кредитования «Прима Касса», перезапущенная президентом Майи Санду в Международный день семьи в преддверии выборов главы государства, вызвала критику в общественном пространстве, поскольку раньше, когда эту программу продвигала демократическая партия и ее лидер Владимир Плохотнюк, ПДС неоднократно критиковала этот проект и намеревалась его отменить. Однако сейчас действующая власть реанимировала программу «Прима Касса», аргументируя это тем, что они хотят улучшить жилищные условия молодых семей, облегчив им приобретение жилья. Сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры из Гагаузии вновь получили ежемесячные доплаты от меценатов, несмотря на слухи и домыслы оппонентов. Эта программа регулярная и выплаты не являются разовыми. Об этом написала в своем телеграм-канале Башкан Евгения Гуцул. С огромной радостью сообщаю, что сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры из Гагаузии вновь получили ежемесячные доплаты от меценатов в размере 2000 леев. Это уже четвертая выплата и теперь социальная программа охватывает более 30 тысяч жителей автономии. Вопреки всем слухам и домыслам оппонентов, эта программа регулярная и выплаты не являются разовыми. Несмотря на преграды центральных властей, мы ищем и находим способы постоянно поддерживать каждую семью в регионе, говорится в сообщении Евгении Гуцул. Люди очень благодарны за внимание и заботу со стороны руководства автономии. И на лекарства будем тратить, на что еще? Нам услуги платят сумасшедшие цены. Нам идет, у меня 2 тысячи 120 леев, а я плачу услуги 3 тысячи. Я и кредиты беру платить. Я очень благодарен. Спасибо большое, благодарим Елана Мироновича за надбавку. Мы уже получили. Планирую дрова купить на зиму. Газ дорогой для меня. То есть еще лекарства, все вот это надо. Выплата ежемесячных надбавок к пенсиям – одно из предвыборных обещаний Башкана Евгении Гуцулы команды Илона Шора в рамках целого ряда социальных программ, которые финансируются из внебюджетных средств при поддержке меценатов. Программа надбавок для пенсионеров и бюджетников в размере 2 тысяч леев работает с апреля этого года. Ее планировали начать еще в октябре 2023 года, однако из-за того, что Кишинев заблокировал счет, на который уже поступили денежные средства, старт был отложен. Предоставление помощи от партнеров и инвесторов стало возможным после подписания руководством Гагаузии соглашения с одним из крупнейших российских банков, который открыл для жителей автономии специальные счета. Отметим, что аналогичные программы команда Илона Шора успешно реализует в Аргеевском районе и городе Тараклия. Амбициозный проект по восстановлению инфраструктуры Республики Молдова, запущенный ранее Илоном Шором, теперь реализуется и в Кишиневе. В столичном секторе Чеканы по улице Петру за Днепру 15 после реконструкции был торжественно открыт двор, в котором вырос Василий Боля, кандидат, выдвинутый от блока победы на предстоящих этой осенью в президентских выборах. Благодаря проекту здесь появилась новая спортивная и детская игровая площадки, установленные скамейки. На церемонии открытия обновленного двора присутствовали представители блока победы. Василий Боля заявил, что искренне рад быть причастным к таким изменениям в родном дворе. В этом дворе прошло мое детство, прекрасные годы моей юности. Нашу идею отремонтировать этот двор и подарить ему новую жизнь поддержал Илон Шор, за что ему большое спасибо за реализацию этого проекта как для жителей, так и для детей. Марина Таубер, депутат, исполнительный секретарь исполнительного комитета блока победы, глава предвыборного штаба кандидата Василия Боля отметила, что в планы команды Илона Шора входит реализация в Кишиневе многочисленных инфраструктурных проектов. Инициатива по ремонту принадлежит Василию Боле, ведь говорят, что любовь к родине начинается с любви к своему двору, к месту, где ты живешь. Кишинев должен быть самым развивающимся населенным пунктом, потому что наш город это наша визитная карточка. У нас много прекрасных проектов для муниципия Кишинев, и много проектов уже реализованы. Это и социальные магазины, подземный переход в секторе ботаника. Депутат парламентского блока «Победа» Вадим Фатеску отметил, что реализация проектов по развитию страны командой Илона Шора продолжится. Я очень рад, что наша команда во главе с Илоном Мироновичем Шор продолжает свои проекты «Добрые дела», продолжает привносить в жизнь наших людей радость. Мы хотим вас заверить, что эти проекты продолжаются не только в Кишиневе, а по всей стране. Мы уже не раз доказали, что мы не говорим, а делаем. И это можно увидеть, пощупать практически везде. На севере нашей страны, на юге в Тараклии, в центре, в Аргееве, в Кишиневе. И эти проекты, конечно, будут продолжаться. Чем больше голосов доверия будет нам оказано, тем, естественно, больше этих проектов будет реализовываться по всей стране. Лидер политического блока «Победа» Илон Шор поздравил жителей с реализацией проекта. Этот двор Василий Боле обещал реконструировать своей компанией на мэра города Кишинева. И это доказательство того, что и Василий Боле и вся наша команда, как вы знаете, держат слово. Я уверен, что победа Василия Боле на президентских выборах станет началом цветущей, процветающей и роскошной Молдовы. Для жителей двора был организован концерт с участием артистов из Республики Молдова. Первыми на сцену вышли музыканты группы Sunstroke Project. Своими хитами собравшихся порадовала и популярная группа Доредос. Артисты исполнили свою новую песню там, где любовь, премьера которой состоялась буквально на днях. Люди с удовольствием пели и танцевали вместе с музыкантами. Кроме того, организаторы мероприятия приготовили для собравшихся множество сюрпризов. Бесплатное мороженое, сладкую вату, фотозоны, а также развлечения с аниматорами. Пришедшие на праздник были в восторге от того, как было организовано мероприятие. Очень хорошо, очень весело, очень красиво, мы очень довольны. Очень и очень красиво, большое спасибо за такой праздник. Супер! Браво партии Илон Шор, что сделали детям такую прекрасную площадку, в которой они могут свободно играть, потому что площадок здесь нигде, ни в одном районе нормальных, на Чеканах нету, нигде. Прекрасный день, все здесь красиво, людям показывают, что ждет в ближайшем будущем, что сделает для нас Илон Шор. Почаще бы так. Все прекрасно, очаровательно. Наилучшее, что можно пожелать жителям не только Кишинева, но и всей нашей страны. Ремонт двора по улице Петру за Днепру 15 стал частью масштабной программы по реконструкции инфраструктуры Республики Молдова, которую ранее запустил политик Илон Шор. В рамках проекта в Аргеве уже было отремонтировано более ста дворов. Программа полноценно реализуется в Тараклии. В ближайшее время она будет внедрена и в Бельцах. В то время, как некоторые дети ходят в школу с ультрасовременными телефонами или планшетами, а их любое желание исполняется в мгновение ока, другим не так повезло. Есть те, у кого остается лишь мечтой, например, просто увидеть море. Так, пятеро детей Вероники Соколкиной из села Старые Дубосары Криулянского района все каникулы проводят дома, помогая по хозяйству. Единственное развлечение у них – поход в сельский многофункциональный центр на Днестре. Для одной из девочек эта река и означает море. Ты когда-нибудь была на море? На море? Нет. А знаешь, что это такое? Днестр? Нет. Не знаешь, что такое море? Нет. Это где много воды и не видно берега. Видела когда-нибудь по телевизору? Нет. Ты когда-нибудь видел море? Да. Море или дадим? Ты когда-нибудь видел море? Да. На самом деле? Нет. А где ты его видел? По телевизору. Какого цвета море? Синего. Море только по телевизору видел и старший брат, которому 14 лет. Нам не хватает денег, признается мальчик. Как думаешь, почему ты никогда не видел море? У нас нет денег, вот почему. В какой стране ты бы хотел побывать на море? Не знаю, но это не имеет значения. Игнат работает вместе с родителями. Все деньги ребенок отдает на нужды семьи, на то, чтобы порадовать своих братьев чем-то вкусным. Да. Что-то покупаешь на эти деньги? Из одежды ничего. Покупаю сладости всем братьям. Да. Ну, они. Вот тут с братьями. Все, чего хочет мальчик, жить лучше. Он пока не знает, каким должно быть это лучшее будущее, но убежден, его жизнь точно будет другой. Какой ты хотел бы видеть свою жизнь через 10 лет? Чтобы было лучше. Лучше, чем сейчас. Да. О какой жизни мечтаешь? Чтобы она не была такой. Какой такой? Как сейчас. А как сейчас? Тяжело. Тяжело? Да. Игнат, как и его родители, поденщик. Мать говорит, что хотела бы иметь стабильную работу, но никто не берет ее, когда узнает, что у нее пятеро детей, трое из которых еще маленькие. Поэтому приходится довольствоваться тем, что удается заработать на различных сельхозработах. Денег не хватает, семье помогают односельчане. Нам помогают, а покупать почти не покупаем. Люди из нашего села приносят вещи, которые остались у них от своих детей. Покупаем разве что нижнее белье, носки, остальное нам приносят. Приносят для малышей обувь, то, что осталось от подросших детей. И они выбрасывают, дети донашивают. Относельчане подарили многодетной семье и две из четырех имеющихся сейчас кроватей, чтобы детям было на чем спать. Так что разговоров о том, чтобы поехать семье на море, тут даже и быть не может. Чтобы отдохнуть на море, нужно много денег, особенно с пятью детьми. Вот так. Разговаривала с соседкой, она сказала, что поездка на море со всеми детьми обойдется примерно в 60 тысяч леев. Восьмилетняя Вероника рисует море на бумаге. По телевизору она видела, что море синее, но у нее только один карандаш. Простой. Вероника рассказала нам, что когда вырастет, хочет стать врачом, а пока мечтает о другом, о еде. По данным статистики, практически каждый третий ребенок в стране живет в абсолютной бедности. Большинство из них из сельской местности. Официальные цифры также свидетельствуют, что около 68 детей из Молдовы находятся в группе риска. Исполнитель народной музыки певец Анатолий Латышев скончался в воскресенье вечером в возрасте 63 лет. О смерти артиста сообщил исполнитель Георгий Цопа в публикации на Фейсбуке. 4 августа около 7 часов вечера ушел из жизни мой друг и друг всех народный артист Анатолий Латышев. Мы никогда не забудем жизнерадостность и доброту этого особенного человека, который сегодня отправился на небеса. Да упокоит Господь его душу. Искренние соболезнования семье скончавшегося, говорится в сообщении опубликованном Георгием Цопа. В эксклюзивном интервью для пятого канала Георгий Цопа рассказал, что стало причиной смерти Анатолия Латышева. У него был цирроз. Тут ведь зависит и от того, какая форма была. А у него еще и диабет был со множеством симптомов. И сердцем у него что-то было. Но у него был такой сложный характер, он верил, что только через молитву и пост все можно вылечить. Такой у него был характер. Он скончался, когда был у кого-то в гостях. Навещал кого-то в небольшом селе Ильичевка возле Флорешт. Он ехал с мероприятия. В тот день у него было выступление в нескольких километрах. И он решил заехать к ним. Георгий Цопа подружился с Анатолием Латышевым еще в студенческие годы, когда они вместе учились в музыкальном колледже. Он говорит, что Анатолий навсегда останется в его памяти, как уникальный музыкант. Неповторимый голос, прекрасный вокалист. Останется и одним из самых верующих артистов. Самый веселый, самый жизнерадостный, который мог поднять настроение любому. Он не умел петь под фонограмму. Всегда пел только вживую. Анатолий Латышев родился в селе Новая Добруджа Сынджирейского района 23 марта 1961 года. Его отец, Фома, был по профессии слесарем, а мать, Матрена, работала в колхозе. Он закончил 10 классов в родном селе, затем учился игре на аккордеоне в музыкальной школе Дубоссар. После поступил в музыкальное училище имени Штефа Наняги в Кишиневе. Учился вместе с артистом Георгием Цопа, с маэстро Заволокиным, заслуженным артистом Республики Молдова, солистом национальной оперы Кишинева. Более двух десятилетий был членом Союза музыкантов Молдовы, основал церковь Успения Богоматери в родном селе Новая Добруджа. Также оказывал большую помощь другим церквям и монастырям Молдовы, пишет портал Ортодокс МД, который также публикует отрывок из интервью с Латышевым, где он призывает людей быть верующими и добрыми. Гроб с телом артиста привезут в Кафедральный собор Рождества Господня в Кишиневе, где он будет находиться начиная со вторника с 7 часов вечера. В среду с 10 утра до полудня с певцом можно будет попрощаться в фойе Национального дворца Николая Сулак, чтобы все, кому он был дорог, могли проводить его в последний путь. Похоронят Анатолия Латышева на центральном кладбище в Кишиневе по улице Армянской. Скончался депутат от партии действий и солидарность Юрий Песат, занимавший также должность заместителя председателя парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Он умер от анафилактического шока, вызванного укусом осы, сообщили в ПДС. Юрию Песату было 52 года. Ранее он был примаром села Болчана Ханчишского района. Его место в парламенте может занять экономист Андрей Павленко. В столице пассажир троллейбуса подрался с кондуктором. Видео случившегося было выложено в минувшие выходные в социальных сетях. На кадрах видно, как подвыпивший агрессивный мужчина попытался заблокировать дверь транспортного средства, а кондуктор намеревался его выгнать из салона. Завязалась драка. Инцидент произошел в троллейбусе 30-го маршрута. Пятый канал обратился в Генеральный инспекторат полиции и в Управление электротранспорта Кишинева, чтобы узнать подробности по этому инциденту. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати ответила нам, что инцидент произошел 11 июля. Тогда в полицию поступил звонок. Обратившийся рассказал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно по отношению к пассажирам и кондуктору. Экипаж полиции выехал на место. Когда он прибыл туда, выяснилось, что в троллейбусе агрессивный нетрезвый мужчина начал драться с кондуктором, но его высадили из салона. Кондуктор подал заявление, в котором написал, что у него никому нет претензий, говорится в сообщении столичной полиции. От управления электротранспорта Кишинева на момент подготовки материала мы так и не получили ответа. Напомним, что в прошлом месяце похожий инцидент произошел также в одном из столичных троллейбусов. Очевидцы сообщили, что кондуктор попросил пассажирку оплатить проезд или покинуть троллейбус. Однако женщина ответила оскорблениями и начала драку не только с кондуктором, но и с другой пассажиркой. Все больше участников Олимпийских игр в Париже жалуются на условия проживания. Однако, помимо бытовых проблем, как, например, отсутствие кондиционера или картонная кровать, некоторые спортсмены недовольны и условиями, в которых проходят соревнования. Так, итальянец Томас Чеккон, победивший в заплыве на 100 метров на спине, решил ночевать под открытым небом из-за условий в Олимпийской деревне. Спортсмена видели спящим в парке. Ранее пловец жаловался на то, что не может восстановиться. «В Олимпийской деревне нет кондиционеров. В номере душно, еда плохая», сказал Чеккон. «Многие спортсмены уезжают по этой причине. Это не оправдание, это реальность, о которой, возможно, не все знают», цитирует итальянца британское издание Daily Mail. Фото сделал другой спортсмен Гребец Хусейн Алиреза из Саудовской Аравии. Он разместил снимок в Инстаграме, указав, что кадры были сделаны в Олимпийской деревне. Австралийка Ариарная Титмус, ставшая чемпионкой в заплыве вольным стилем на дистанции 400 метров, сказала, что могла бы установить рекорд, если бы условия для проживания и восстановления были лучше. «Я думаю, что была способна на большее, но условия в Олимпийской деревне осложнили выступление», призналась она в интервью после соревнований. «Похоже, не только условия проживания, но и условия, в которых спортсменам приходится соревноваться, оставляют желать лучшего». Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заболела после заплыва в реке Сена. Она была госпитализирована. У спортсменки обнаружили кишечную палочку. Согласно заявлению Бельгийского Олимпийского и Межфедерального комитета, вся команда не сможет участвовать в смешанном соревновании. Швейцарские триатлонисты Адриан Брифо и Симон Вестерман также пропустят предстоящую смешанную эстафету на Олимпийских играх в Париже. У них выявили кишечную инфекцию. Изначально Брифо, занявший 49 место в личном зачете, должен был принять участие в гонке. Но из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерман, у которого также затем была диагностирована кишечная инфекция, что сделало невозможным его участие в соревнованиях. Качество воды в сене стало предметом обсуждения сразу, как было официально объявлено, что на реке будут проводиться олимпийские старты. Организаторы вложили полтора миллиарда долларов в очистку воды в реке. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал искупаться в сене, чтобы продемонстрировать, что вода чистая. А мэр Парижан Идальго искупалась в реке за 9 дней до церемонии открытия Игр, пишет The Time. Ранее молдавские спортсмены также жаловались на условия проживания, отметив отсутствие кондиционеров и картонные кровати. Спустя неделю с лишним после того, как один из фрагментов на церемонии открытия Олимпийских игр подвергся резкой критике как со стороны христиан, так и всего общества, официальные лица Ватикана выступили с реакцией по поводу скандальной интерпретации знаменитой картины «Тайная вечеря», сообщает evenmentalzili.ro В субботу 3 августа Святой Престол опубликовал заявление на французском языке, в котором осуждает этот фрагмент. Более того, в Ватикане подчеркнули, что не могут не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. Говорится в документе и подчеркивается, что это было оскорбление верующих. На таком престижном событии, которые объединяют общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения, сказано в сообщении Римско-католической церкви. Напомним, 26 июля, во время церемонии открытия Олимпиады, в Париже организаторы представили так называемую интерпретацию картины «Тайные вечеря». Персонажей знаменитой рукописи сыграли трансвеститы. Продюсер и диджей Барбара Буч, особенно активный член ЛГБТК+, сообщество надело серебряный головной убор, который должен был имитировать нимб. А ее, в свою очередь, окружали танцоры и артисты травестишоу, что возмутило многих французских католических епископов, которые расценили это как оскорбление христианства. Художественный руководитель церемонии Томас Жоли на это ответил, что фрагмент церемонии не был вдохновлен тайной вечерей и что эта сцена была призвана пропагандировать разнообразие и французскую гастрономию. Однако позже организаторы Олимпийских игр принесли извинения и удалили спорную и провокационную сцену с онлайн-платформ. На вопрос, почему Святому Престолу понадобилась почти неделя, чтобы высказать свою позицию по этому вопросу, представитель Ватикана отказался давать ответ.